Привет, Гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру, на общее состояние рынка, и также токен МСРТ вырос то ли на 30, то ли на 40%. Не уверен, в чем причина. Я, ранний инвестор в проекте Magic Craft, ничего не советую. Вы должны проводить свои исследования и принимать свои решения. Инвестиции в крипто вообще опасная штука. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Это мой список избранного. В некоторых проектах я ранний инвестор, что-то просто купил. Вот в Magic Craft я ранний инвестор. Остальное это все акции или другая крипта. WorldCoin я просто купил. Никак с проектом не связан. Взял несколько дней назад. МСРТ плюс 10%. Поднимался сегодня на 30 или на 40%. FXS плюс 4%. Unity плюс 4%. Tesla плюс 2%. Это мой портфолио. Смотрим теперь на биткоин. 42 940 долларов. Бла-бла-бла. Бычий флаг. Третья волна Эллиота. Начинается. А вторая волна это была коррекция. Вот она. Это вторая волна. Но давайте я вам покажу, как вообще двигалась цена биткоина. С 16 тысяч долларов поднималась по волнам Эллиота. 20 тысяч, 30 тысяч, 40. И теперь мы вот здесь и находимся. Это волна Эллиота. Один из элементов технического анализа. 200-недельная скользящая средняя. Это торговые объемы. Еще один элемент. Это стахастик. Индикатор. Криптогуру-бот. Биткоин-индикатор-бот. Всему этому я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Но они, конечно, все эти индикаторы не дают стопроцентной гарантии. Они только дают информацию, на основе которой уже можно принимать решения. Но всему этому я обучаю на своих курсах. Первая волна уже закончилась. Вторая вроде как тоже. Но давайте посмотрим, что там на прошлом бычьем рынке происходило. Какая там была коррекция. Это что-то вот здесь. Это было в 2020 году, 2021. А вот здесь 23 год. Что-то очень похожее. И бычий флаг. Это означает, что биток может пройти еще выше. Но я там проставлял цель на 60 тысяч долларов. На завершение третьей волны. На дневном стахастик заходил в перепроданность. Биткоин выходит вверх из бычьего флага. Вчера я давал торговую идею зайти в лонг на биткоине. Хорошо себя отработало. Это двойное дно. Все прекрасно. Активировалась торговая идея. И вы уже в профите. Если, конечно, зашли. Бычий флаг. И какая-то новая формация. Судя по всему. Давайте попробуем посмотреть. Более крупный симметричный треугольник прорисовывается. Видите, да? Вот так через два касания проводим трендовую. И внизу тоже через два касания. Вот, посмотрите. Одно касание. Второе касание. Одно касание. Второе. Но на самом деле там внизу даже три касания. Так что подтвердилось локальное дно на биткоине. Вот одно касание. Второе. Третье. И вот даже четвертое. Так что очень сильная трендовая линия. И это бычий флаг. Или это нисходящий треугольник. Внутри него создается давление и должны выходить вверх. Фигура говорит о продолжении тренда. И также бычий флаг. Похоже на бычий флаг. Вот он флагшток и полотно флага. Или бычий вымпел. Вот он. Чик-чик-чик. Чик. Выходит вверх. Проходит расстояние по высоте флагштока. Посмотрим, конечно, как будет в этот раз. Что дальше может происходить на биткоине. Либо он оттолкнется от верхней границы треугольника. И пойдет вниз на 40 тысяч долларов. Либо выйдет прямо сейчас вверх. В принципе, так-то по идее вот здесь биткоин должен вверх выходить. Где-то 27 декабря это должно произойти. Но может быть и сейчас выйдет вверх. В любом случае, это бычий флаг. На часовом таймфрейме там тоже бычий флаг. И здесь также на часовом, похоже, W. Чик-чик. И увеличиваются торговые объемы. Всему этому я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Ну и лучший вариант зайти в лонг на биткоине – это от уровня поддержки. Но не исключено, что биткоин прямо сейчас будет вырываться вверх. Нет какой-то значительной коррекции на биткоине. Идет и идет вверх. От 35 тысяч улетел сразу на 44 тысячи. И совсем небольшая была коррекция на биткоине. Это очень интересно. Ну и заметьте, какие настроения вообще на рынке. Вроде как уже и бычий рынок пришел. Но народ все-таки чутка очкует. Как-то трейдеры в этом еще не уверены. Но лично мне кажется, что это самый настоящий уже бычий рынок. Сейчас начинается. Кстати говоря, обратите внимание на мой твиттер. Там он очень хорошо растет. Растут подписки, просмотры. И я хочу проводить гивэвэи. Раздавайте дальше подарки. И в проекте Magikraft тоже раздают подарки. Плейстейшены. Но у них на твиттере. Так что обратите внимание на твиттер Magikraft. Они дают PlayStation. Сейчас покажу. Вот, посмотрите. Гивэвэй PlayStation 5. Для того, чтобы поучаствовать, нужно опубликовать скрин со своей игрой в Magikraft. Ну и я тоже собираюсь раздавать подарки. Игровые приставки, думаю, дарить. Иксбоксы. В своих социальных сетях. Инстаграм и Твиттер. И, наверное, YouTube тоже. Потому что на Бабит как-то не сложилось. Там я раздал 7000 долларов в гивэвэях. Но потом оказалось, что какие-то умники каким-то образом создают мультиэккаунты. И буквально за секунды разметают все эти гивэвэи. Я уже Бабит рассказал об этом, и они пытаются устранить эту проблему. Но, тем не менее, хочу продолжить раздавать подарки. Я думаю, что каждый день там буду раздавать по Иксбоксу. До Рождества. Ну и, как я уже сказал, в Magikraft можно выиграть PlayStation. Токену MCRT 2 года. День рождения. 19-го был. С днем рождения, MCRT. Это доктор Луц. Ну, типа, искусственный интеллект так себе его увидел. А это, посмотрите, на токен MCRT. Плюс 26% сегодня. В проекте Magikraft также вышли обновления, ежедневные миссии, система рейтинга и так далее. Это, кстати говоря, все уже работает. Вы можете играть на смартфонах в игру Magikraft. Это может быть Android или iPhone. Неважно. Можете даже играть на компьютере. Вы можете играть и выигрывать токены MCRT. На самом деле мы создаем целую игровую экосистему. У нас новый руководитель в проекте. Максит. Он сам геймер. Он вообще потрясающий человек. Большой специалист. Очень умный. Юрист по корпоративному праву. Круто, чувак. Но это видно на ценовых графиках. Растет токен MCRT. И развивается проект. Ладно, давайте посмотрим, наверное, на эфириум. Или на что мы там посмотрим. Я, короче, вот сегодня тут разговаривал с одним персонажем. И вот о чем мы базарили. Предположим, у вас есть тысяча долларов. И вот вы эту тысячу долларов закидываете в Теслу. Да мне нравится вообще Тесла. Тесла выросла там за год на что-то 150 процентов. Или до хрена его знает на сколько, но выросла. И прикиньте, вот вы вкинули тысячи долларов, например, в Тесла. И Тесла выросла там на 100 или на 200 процентов. У вас было тысячи долларов, стало две тысячи долларов. Или там три тысячи долларов. Это что, эти деньги изменят вашу жизнь или нет? Че-то я сомневаюсь. Вообще особо нет никакой разницы. Биткоин. Да даже если биткоин сделает 10 иксов. Ну вот была у вас тысяча долларов, закинули в биточек. И он вырос там в 10 раз. Предположим, там сделал это за 5 лет. А теперь у вас 10 тысяч долларов. Через 5 лет. Ну что вообще, меняется ваша как-то жизнь от этого или нет? Вот почему я говорю, что нужно искать проекты с низкой капитализацией. Какие-то небольшие проекты, но перспективные. Но для этого, конечно, нужно их искать. Это там типа следующий дуджкоин или че-то такое. Айота там или... Да бог его знает. Всякое такое. Короче говоря, это то, что я бы делал. И вот посмотрите на мой портфолио. Ну вот Юнити уже там оценивается в миллиарды. Суи довольно новый. FXS тоже новый. MCRT, низкая капитализация. В проекте Magikraft капитализация была 100 миллионов долларов. На Булране 21 года. А в проекте был тогда только веб-сайт. Вообще ничего больше не было. Вот, например, возьмем WorldCoin. Я купил эти монеты на 15 тысяч долларов. За последние несколько дней. Или на сколько там? На 20-ку что ли? Хрен его, короче, не помню. Но планирую вообще закупить на 100 тысяч долларов. Потому что WorldCoin это Сэм Альтман. Его крипта. Он сооснователь проекта OpenAI. Все хотели бы инвестировать в OpenAI. Потому что оценивается в миллиарды долларов. Но как скажите, не инвестировать при этом в WorldCoin? Я вот, например, инвестирую. Я там на днях расставлял ордера на покупку. Посмотрите. Цена опускалась. И мало того, что сработал ордер, так его чуть не закрыло по стоп-лоссу. Там, посмотрите, всего несколько центов. Да мать его так, даже меньше цента. Разницы. Вот мой стоп-лосс на 3,423. А цена опускалась на 3,429. Но пока что эта торговая идея актуальна. Пока еще открыта. Но лучший уровень поддержки вот здесь. На 2 доллара 76 центов. Может и туда опуститься. И вы должны находить проекты с такой низкой капитализацией. Молодые проекты. Ну вот то, что вы видите в моем вотч-листе. Это в основном не такие проекты. Там уже крупные проекты. Но вы ищите. Посмотрим на мой торговый аккаунт на Байбет теперь. У меня там открыта сделочка по биткоину. Она в плюсе на 68 300 долларов. На аккаунте у меня 512 700 долларов. Я отправил с этого аккаунта 5000 долларов на свой метамаск. И стоило мне это всего несколько центов. 5000 долларов отправил с Байбет на метамаск по сети БЕП20. Мне нравится эта сеть. Да, короче. Прошлись по биткоину. Вроде бы так много уже поговорили. Это мой телеграмм. Тоже присоединяйтесь. 9000 подписчиков уже в телеграмме. Ссылочки в описании под видео. Всякие биржи, на которых можно зарегистрироваться. Мои курсы. Телеграмм. И там даже есть ссылочка и на твиттер. Можно тоже подписаться. Это мой телеграмм. Люди общаются. Торгуют. О чем они тут говорят? Какая-то еще монета. ING. Прекрасно. Прекрасно. Люди зарабатывают. Поздравляю. Биткоин ETF. Это все чат только за сегодня. Вот такая активность. Подписчики общаются друг с другом практически круглосуточно. Всякие торговые идеи. Обсуждения. Конечно же говорят про MCRT. MCRT тоже растет. 40%-то прикиньте вырос за сегодня. Кто же накупил столько токенов MCRT? Это был не я. У меня и так целый мешок токенов MCRT. Я ничего не продаю. Все держу. Только наоборот покупаю еще за свои деньги. Прямо вот в своих видео покупал, если вы помните. Какое-то время назад. Джеймс, расскажи о проекте Кьюбик. И где ты купил эту монету. Да, Кьюбик дал 36 иксов. Но, когда я покупал, там нужно было еще заморочиться, чтобы это сделать. Потому что он практически не представлен на биржах. Но, мне нравится Кьюбик. Хороший проект. Чувак, который создал Кьюбик, это чувак, который создал Айота. Но я особо так не связан вообще с этим проектом. Просто мне дали такую информацию, что можно брать перспективно. Ну, короче, я был в Греции. Всех люблю, всех обнимаю, ребята. Смотрите мое видео, не пропустите гивауэи. Раздаем плейстейшены, иксбоксы. И много разных других подарков. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И увидимся завтра.